Два новых направления для отдыха. Программа на весенние и летние каникулы сургутским школьникам подготовлена в городской мэрии. Прием документов от родителей для выездного отпуска детей начнется 1 марта. С июня по августу ребят есть возможность провести время в лагерях Краснодарского края, Тюменской, Свердловской областей, Республики Башкортостан и деревни Русскинской Сургутского района. В этом году к традиционным маршрутам добавлены точки отдыха в Новосибирской области и Лямина, что расположено в соседнем с нами муниципалитете. Всего власть сургута планирует предоставить в этом году более 2,5 тысяч путевок. Вместе с тем будут организованы площадки для дневного пребывания ребят на базах образовательных учреждений. Весной 39 школ смогут принять свыше 4,5 тысяч юных сургутян. Привязки к конкретной образовательной организации для родителей нет. То есть дети могут отдохнуть как в своем учреждении, где дети посещают в рамках реализации основной образовательной программы, как они могут отдохнуть в других образовательных учреждениях. Это и образовательные смены, это подготовка к основному государственному экзамену, единому государственному экзамену. Это безусловно духовно-нравственная, спортивная подготовка, это культурная. Здесь в данном случае направленности все, которые имеются в образовательных организациях. Поэтому можно здесь по интересам выбирать уже лагеря, которые функционируют. Прием заявок на отдых в весенних лагерях с дневным пребыванием уже ведется с 15 февраля. А 1 апреля 64 различных учреждения откроют сбор документов для желающих дать своим чадам возможность интересно провести летние каникулы. К слову, один ребенок имеет право посещать лагеря каждую смену без ограничений. Продолжается оформление путевок по типу «мать и дитя». Санаторно-курортный отдых предоставляют семьям, где воспитываются дети с диагнозом ДЦП. Программа для досуга мальчиков и девочек Сургута разнообразна. Со всем перечным предложением можно ознакомиться во вкладке «Детский отдых» на официальном сайте администрации города. Подробно о том, как предлагают провести каникулы школьникам, мои коллеги расскажут в итоге о программе. Новости главное в эти выходные. Организаторы соревнований различного уровня всероссийского, регионального, нежрегионального, городского пользуются тем, что дети находятся на каникулах и поэтому максимально задействованы в соревновательной деятельности, так как детишек не нужно освобождать от школы, отпрашивать, поэтому мы максимально задействуем в этот период соревновательной деятельности. Что касается летнего периода, то порядка 350 обучающихся спортивных школ, для них будут проводиться учебно-тренировочные сборы на нашей спортивной базе «Олимпия». Субтитры создавал DimaTorzok